Вряд ли кто-нибудь мог представить, что когда 4 года назад Славутича открывали центр на доня административных послуг, у него будет такая судьба. СНАП только-только вставал на ноги, когда в 2020-м нагрянула пандемия, потом карантины. А как работать с населением и предоставлять ему услуги, если с населением встречаться нельзя? И все же центр выкручивается и пытается и карантин не нарушать, и административные услуги предоставлять. Об этом и многом другом мы и поговорили с начальником СНАПа Татьяной Александровной Рыловой. Уже больше года СНАП Славутича, как и вся Украина, живет и работает в режиме карантина. За этот период мы прошли его различные этапы. От полного локдауна до режима адаптивного карантина, который подразумевал под собой некоторые ослабления. Работая, мы подстраивались под каждую модель. То есть это был и полный запрет на прием посетителей, это были и определенные послабления. Мы пытались найти такую рациональную модель, чтобы не ограничить посетителей. Все-таки предоставление административных услуг – это очень важная составляющая жизни. Но в то же время, чтобы и было безопасно для наших сотрудников. То есть не перейти определенную такую грань. Поэтому в течение этого года использовались различные модели. На сегодняшний день, так как Славутич является в красной зоне, мы ограничили, совершенно ограничили прием посетителей. На сегодняшний день прием посетителей осуществляется строго по записи. И на данный момент из семи администраторов, которые принимают посетителей, остались на работе только два человека. Остальные все на больничных. Поэтому я хочу, чтобы слугучане с пониманием отнеслись к этому. Сейчас запись происходит на 2-3 дня позже. Но мы очень сильно стараемся. И если люди будут выходить, естественно, запись будет продолжаться. И можно будет получить услугу и день в день. За все это время, когда мы работали, мы все равно очень скучали по нормальной работе. И мы пытались выйти на нормальный режим работы. 25 января мы сняли все ограничения и вышли на нормальный режим работы. В первый же день мы столкнулись с замечаниями. Потому что за этот год все-таки происходит что-то и хорошее в период карантина. За этот год наши слугучане привыкли к режиму по записи. Им, оказывается, это очень удобно. Они пришли на определенное время, получили свою услугу и ушли довольны. Поэтому нами был проведен опрос среди слугучан. 80% действительно высказались за то, чтобы происходил прием по записи. Очень оперативно был доработан наш веб-сайт. И на сегодняшний день, кроме того, что записаться можно, записаться, зарегистрироваться на оформление паспортных документов, также можно и зарегистрироваться на любой вид услуги. То есть это и регистрация местопроживания, и регистрация бизнеса, и регистрация недвижимости. То есть любой вид услуги вы записываетесь. Если вы не можете воспользоваться нашим сайтом, вы можете позвонить на телефон рецепции, и девочки вас запишут. То есть вы выбираете удобный для себя день, да, день, час, когда вы сможете прийти. И далее немного цифровых показателей за 2020 год. Открылись мы с таким базовым набором услуг. Это было 100 услуг, таких самых необходимых, которые предоставлялись в Центре надания административных послуг. То на сегодняшний день за 2020 год мы уже эти услуги увеличили. Мы значительно увеличили. Если мы возьмем в цифровом показателе, то это будет 189 услуг. То есть 189 услуг было на 1 января 2020 года. На 31 декабря 2020 года этих услуг уже было 246. То есть значительно было увеличено. Прежде всего это увеличение услуг связано с тем, что к нам перешла часть административных услуг социального характера. Далее как бы из своих достижений и для удобства наших словучан в ЦНАПе были введены два рабочих места управления социальной защитой. То есть работники социальной защиты принимали людей именно в ЦНАПе. Потому что это очень удобно. Какие-то сопутствующие услуги административные тут же оказывались администраторами ЦНАП. Также в 2020 году, опять же, несмотря на карантин, наш ЦНАП прошел аудит и получил сертификат системы качества. То есть административные услуги оказываются в соответствии с этим сертификатом. К достижениям могу тоже отнести то, что на сегодняшний день через Центр на данные административных услуг в Славутиче можно оформить комплексную услугу ЕМАЛЯТКА. То есть администраторы ЦНАПа все зарегистрированы в приложении ДИЯ. Да, точно так же вы можете прийти, подать документы, справочку обязательно с цифровым кодом о рождении ребенка. И вам будет оказана комплексная услуга ЕМАЛЯТКА, в который входит достаточный комплекс услуг. Это и оформление и пособия по рождению, это и регистрация места проживания. Ну то есть значительный такой комплекс услуг. Мама, папа, либо папа приходит со справкой, да, и соответственно со своими документами. Я скажу честно, еще ни один человек в городе Славутиче не воспользовался этой услугой через Центр на данные административных услуг. Как правило, рождение происходит в городе Чернигове. И город Чернигов сразу же в родильном отделении оказывает эту услугу. То есть нас лишает такой возможности? Да, нас лишают даже возможности попробовать. Мы очень хотим попробовать эту услугу, но на сегодняшний день, к сожалению, мы лишены такой возможности. Тем не менее, мы надеемся, что эта услуга будет востребована и будет предоставляться через Центр. То есть вы готовы к этой услуге? Это самое главное? Мы готовы к этой услуге. Все администраторы прошли обучение, получили сертификат и готовы к предоставлению данной услуги. А какие-то новые направления будете осваивать? Уже осваиваем новые направления. На сегодняшний день у нас внедрена в нашу работу информационная система ВУЛЫК, которая позволяет достаточно оперативно принимать посетителей и в то же время позволяет нам взаимодействовать с приложением ДИА. То есть такое понятие, как цифровой шеринг документов, тогда, когда вы имеете в приложении ДИА цифровые документы, вы можете прийти за предоставлением услуг в ЦНАП, даже не имея при себе пластикового этого документа. Просто-напросто вы заходите в приложение ДИА, нажимаете на свой паспорт, у вас появляется QR-код. Администратор либо сканирует этот QR-код, либо вы называете под QR-кодом 13 цифр. Администратор вводит это в систему. На ваш мобильный телефон приходит запрос о том, что Центр наданя административных послуг в городе Славутичье запрашивает ваши документы. Вы подтверждаете этот запрос. Все. Когда вы нажали «да», у нас на экране полностью высвечиваются все ваши данные. То есть все данные, которые находятся в пластиковом паспорте, все они переносятся в информационную систему. Что это? Это очень безопасно. Администратор уже не сделает ошибку при заполнении формы документов, фамилии либо вашим, либо в дате рождения. То есть и все происходит достаточно быстро, нежели он будет набивать все это, либо оно все подтягивается очень-очень. Утечки информации никакой, все защищено. Но пока что приложение «Дия» не дало возможности в себе сомневаться. Давайте напомним Славутичанам, как с вами связаться. За время карантина мы консультируем, стараемся предоставлять свои консультации как по телефону, так и на своей страничке в Facebook, так и на своем веб-портале. «Телеграм-канал», «Вайбер». Все, все эти коммуникации у нас задействованы, и мы постоянно ими пользуемся. Также мы постоянно внедряем какие-то новые технологии. На сегодняшний день технология заказа справок, самая такая наша большая, очень-очень большой объем работы, это справки по регистрации места проживания. Тогда, когда мы с вами встречались три года назад, они были, да, эти справки по регистрации места проживания и по составу зарегистрированных лиц, они также и остались самым большим нашим объемом работы. На сегодняшний день их можно заказать в «Вайбере», в «Телеграме», сфотографировав свой документ, прислав его, администратор подготовит вам вашу справочку и отошлет вам результат, когда можно будет, что он готов, и когда можно будет за ним прийти. Подойти за ним. Да, за этим документом. И, несмотря ни на что, число услуг ЦНАПа стремительно растет. Сейчас весьма динамично развивается законодательство в сфере предоставления административных услуг, и то есть все услуги социального характера в связи с изменением законодательства предоставляются исключительно только через ЦНАП. Сейчас, на данный момент, уже, если на 1 января 2021 года мы предоставляли 246 услуг, то после первой же сессии, которая прошла в этом году, уже услуги наши увеличились до 281. На данный момент, на следующей сессии, будет приниматься новый перелик административных услуг, и наши услуги уже увеличатся до 295 услуг. Все это связано именно с динамичным развитием законодательства в сфере предоставления административных услуг. В октябре 2020 года было принято постановление Кабинета министров, которым было внесено ряд изменений в порядок предоставления всех видов компенсаций, помощи, субсидий. И самое главное там стоит ограничение о том, что все эти документы могут приниматься исключительно либо через уполномоченных лиц, либо через администраторов ЦНАПа. То есть на сегодняшний день управление социальной защиты полностью лишено возможности приема документов, кроме приема документов по почте, либо по электронной почте. Поэтому сейчас вся тяжесть оформления этих документов на администраторах ЦНАП, и мы работаем через информационную систему социальная громада, которая, к сожалению, работает не очень стабильно, и на каждый вид услуги, оформления, помощи у нас уходит, к сожалению, много времени. Поэтому люди некоторые сидят в большой период времени, программа не отвечает, программа не сканирует, программа не подливает документы, происходят какие-то вот такие изменения. Также в ноябре вступили в силу изменения законодательства в закон Украины про административные послуги. И согласно этому законодательству та меська рада, яка утворила ЦНАП, все послуги, которые она предоставляет, должны предоставляться исключительно через ЦНАП. То есть все услуги исполнительного комитета либо структурных подразделений, рады, таких как, например, управление даже осветы и науки, будут предоставляться через ЦНАП. Похоже, вы уже монополист по вопросам выдачи справок в Славутичо. Да, действительно, мы являемся таким своеобразным монополистом. Мы бы хотели не то, чтобы быть этим таким своеобразным монополистом. Мы готовы делиться этой информацией, но только если это предусмотрено законодательно. Тогда да, мы готовы делиться этой информацией. На сегодняшний день мы наполняем реестр территориальной хромады нашего Славутича. Мы выстраиваем полностью всю цепочку о каждом жителе нашего города, тех, кто был зарегистрирован с 1 января 1987 года. Происходила регистрация. Это происходит и с помощью старых реестров, и с помощью бумажной картотеки. Вот на сегодняшний день нами внесено уже в новый реестр более 16 тысяч записей про лиц. Именно 16 тысяч записей, не 16 тысяч записей, записей внесено около 60 тысяч, но про 16 тысяч лиц. А нам надо обработать 40, около 40 тысяч, потому что за это время были зарегистрированы в городе Славутича около 40 тысяч лиц. То есть они приезжали, выезжали. У некоторых у нас было очень много общежитий. На тот момент существовало такое понятие, как временная прописка. Люди прописывались только на год. Но всю эту цепочку надо обязательно выстроить, потому что сейчас очень большое количество обращений, когда люди оформляют себе пенсии. И, соответственно, им нужно четко знать все периоды, когда они проживали в городе Славутичи. Если мы заполним полностью этот реестр территориальной громады, мы можем уже поделиться этим реестром с нашими коммунальными предприятиями в режиме хотя бы количественном, в режиме просмотра. Тогда тем самым мы уже, как бы, люди не будут брать эти справки и бегать по всему городу. А вообще у меня, как бы, такая, не то что мечта, а рациональное такое предложение все-таки в помещении ЦНАПа осуществить прием наших монополистов, таких как водоканал, ЖКЦ, УЖКХ, прием специалистов по заключению договоров, чтобы люди не бегали по всему городу. Пусть это будет какое-то определенное время. Мы готовы предоставить кабинет, пожалуйста, только сидите здесь. Определенное время люди пришли и сразу составили договор, потому что люди продают, выезжают, уезжают, снимаются с регистрации, встают на регистрацию места проживания. И то есть вот этот пошел круговорот, начинают люди бегать по всему городу. Поэтому, да, моя мечта о том, чтобы это было все в одном месте. Сделать такую определенную точку, где люди будут решать все свои проблемы именно в одном месте.